Девушки отдыхают Бабушка пичкает внука лекарствами, полезной пищей и нравоучениями. А мальчик мечтает только об одном – увидеться с мамой хотя бы в собственный день рождения. А сам-то он чего хотел? Меня. Меня он хотел. Чтобы я пришла. Мы специально с календаря листки оторвали, чтобы я не знала, что у меня день рождения. Когда я маму не пришла. Твоя мамочка чума бугонная. Если придет, то только на твою могилку. Фильм «Похороните меня за плинтусом» конечно не избежит сравнений с первоисточником, одноименной повестью Павла Санаева. За 13 лет книга выдержала несколько переизданий, получила престижные литературные премии и множество читательских отзывов в интернете. Павел Санаев, внук знаменитого советского актера Всеволода Санаева, сын актрисы Елены Санаевой и пасынок легендарного Ролана Быкова, в повести описал свое собственное детство. После второго замужества матери бабушка сочла, что в новой семье о ребенке толком не позаботится, и забрала мальчика к себе. Павел сам подумывал об экранизации книги, но от режиссерского кресла все же отказался в пользу другого проекта. В итоге, по его мнению, получилась история далекая от оригинала. Он, кстати, получился в итоге не по книге, он совершенно самостоятельный, но печально то, что он совсем-совсем про другое. Понимаете, история была о правоте всех неправых и о неправоте всех права. Здесь этого нету, ну, вот совсем. Я не удивлюсь, если она получит и какие-нибудь там призы за актерскую работу или там за что-нибудь, потому что в целом, как фильм, вот он существует. Актерские работы не могли быть плохими, потому что не могут хорошие, замечательные актеры, такие, как Алексей Петренко, плохо сыграть. Но они не могут плохо сыграть. Бабушка Светлана Горячкова и мама Мария Шукшина отвоевывают друг у друга право любить мальчика. На его роль пробовались десятки питерских школьников. В итоге, восьмилетний Саша Дробитько выдержал и жесткий кастинг, и не менее жесткие методы режиссера на съемочной площадке. Мы обе переживали за Сашу, вот, потому что это кавказский меловой круг, когда мы раздирали ребенка. При том, при всем, что была установка на съемочной площадке режиссера, не подходить, не утешать Сашу. Иначе он не просто не выдаст этого драматизма, который должен был быть в фильме. Вот, поэтому мы втихаря. То есть, что Светлана Николаевна где-то зажмет его в углу, и, ну, там как-то его утешает, говорит с ним, то я, значит, где-то его ловлю. Второй режиссер просто ходила, ловил. И один раз он меня запеленговал, значит, в углу стоящем с Сашей. Мария Васильевна, пожалуйста, Сергей Олегович просил, чтобы вы не подходили. Я говорю, я вообще просто мимо проходила. Ну, зато это было все правильно, потому что Саша сыграл гениально. У меня золотистый патоген эстафилококк, пристеночный гайморит, синусит, фронтит, тонзилит хронический, панкреатит с рождения, почечная недостаточность и что-то с печенью. Не помню, что. Фильм Сергея Снежкина жестче и беспросветнее, чем повесть. Здесь нет счастья и избавления от бабушкиного террора и победы любви. Нет редких минут радости наедине с мамой и веселья в моменты хорошего настроения бабушки. Это уже не частная история одной семьи, а историю людей, покалеченных временем. Совсем другая история. Так что Паша потрясающую книжку написал. И вот фильм Сергея Олеговича Снежкина, я думаю, это тот редкий пример, когда экранизация не хуже, может быть и не лучше, но это совершенно другая история. Это вот две абсолютно равные по силе и по таланту сильные вещи.